данное видео посвящается столетию государственности карачаева черкесии к числу наиболее выдающихся представителей народа северного кавказа сыгравших большую роль в событиях начала 20 века по праву можно назвать имя магомед гирея бахты гиреевича мансурова этот человек которым сожалению на родине вплоть до недавнего времени было очень мало известно и имя его упоминалось буквально штрихами в истории карачаева черкесии современные но тем не менее факты которые нам удалось обнаружить в архивных документах говорят о том что позволяет нам сказать о том что он на самом деле выдающийся человек который сыграл очень важную роль в становлении современной карачаева черкесской республики магомед гирея мансуров происходил из знатного княжеского ногайского рода который был связан узами родства с многочисленными родами адыгов авазин карачаевцев особенно с карачаевцами чаще всего роднились мансуровы и конечно же мать его происходила также из княжеской семьи конечно же воспитание в семье которая сама по себе являлась жизнь которой это история ногайского народа естественно что воспитание в такой семье могло способствовать только тому что молодой магомед гире мансуров он как говорится впитал вот эти все рассказы о героическом прошлом своего народа о каких-то событиях и способствовал тому что он стал настоящим патриотом и своего народа и своей малой родины надо сказать что он самого детства отличался стремлением к знаниям он начал учиться в в горской школе в майкопе отец увидя его стремление к учебе отправил его горскую школу в майкопе а затем перевел его в ставропольскую гимназию именно в ставропольской гимназии училась большинство наиболее выдающихся представителей интеллигенции северного кавказа так как там был открыт пансион для горцев и они могли поступать учиться там и магомед гире мансуров был в числе именно вот этой когорта молодежи горской которая впоследствии сыграла очень важную роль в общественно политических событиях здесь он учился весьма успешно и в начале 1890 годов он завершил свое образование получил по тем временам средне это было образование конечно же даже с этим образованием тогда людей было совсем немного на территории нашей современной городе во чешкесии на самом деле буквально было не более двух десятков человек с таким образованием он вполне мог работать в любом государственном учреждении мог ну просто напросто заниматься какие даже просто написанием каких-то просьб и жалоб для своих односельчан и на этом зарабатывать деньги но тем не менее он решает продолжить свое обучение и поступить в вуз а вуз он избирает не простой он избирает для поступления самый главный вуз это императорский московский университет ныне мгу имени ломоносова надо сказать что в те времена выпускники гимназии поступали без экзаменов он обратился заявлением к ректору приложил свои бумаги документы о своем происхождении о том что он не служил не должен служить в армии как горец горцы добровольно только служили в армии и поступил на физико-математический факультет но надо сказать что физико-математический факультет оказался весьма трудным к тому же он часто болел и к сожалению через два-три года он могомед кирилл осознал что как бы это не то к чему он стремился и в этой связи он обратился к руководству университета и попросил перевести его на юридический факультет просьба его была выполнена он был переведен и уже на юридическом факультете он проявил себя с наилучшей стороны и успешно закончил его в самом начале двадцатого века надо сказать что в те времена как и в советские времена существовало понятие распределения так вот магомед ерема сурова молодого юриста направили по распределению один из провинциальных судов он вначале начинает работать младшим следователем помощником следователя и так далее и за немногим более полтора десятилетия до октябрь до октябрьской революции 1917 года за 16 лет он проходит путь от губернского секретаря до колеческого советника колеческий советник это соответствует армейскому чину полковника то есть за 15 лет он прошел если говорить в армейских чинах от подпоручика до полковника это было весьма так скажем успешная карьера он был награжден императорским орденом святого станислава третьей степени который давался чиновникам за многолетнюю безупречную службу он пользовался авторитетом он прослужил в самых различных частях российской империи он служил и в петербурге он служил и на юге в частности на кубани на дону то есть его знания они помогали ему как бы в своей работе но надо сказать что когда произошла революция конечно же февральская революция в начале конечно же в начале как и все мусульмане горцы то есть представители народов россии он воспринял с энтузиазмом приход большевиков тоже в начале суливших свои какие-то преференции какие-то обещания горским народом в частности северного кавказа для масурова как для человека опытного знающего закона законы он принципе конечно же хотел чтобы его народ и другие народы россии и в частности северного кавказа получили свободу какие-то новые права но в сентябре в августе в сентябре 1918 года на кубани вновь установилась власть белых и несмотря на то что магомед геремансуров и сочувствовал красным а то есть советская власть и тем не менее белые были вынуждены привлечь его вновь для работы судебных органов и он был избран председателем горского суда и даже более того белое командование произвело его в чин статского советника а статский советник говоря современным языком это очень патч но практически равны чину генерал-майора то есть при любом политическом строе при любой общественной обстановке знания и опыт магомед геремансурова он помогал ему вот не только избежать репрессий но и занять весьма высокое положение очень многое сделал магомед мансуров и для организации уже советского суда в начале двадцатого года он очень много вложил в то чтобы местное население действовало и жил уже по советским законам он был избран сразу же был избран народным судьей в округе эльбурганский округ тогда назывался вот где проживали в основном адыги магайцы и абазины он пользовался уважением но его заслуги не только велики не только как у юриста его заслуги очень велики и в том что народы горские народы которые жили вот зеленчукский по долинам зеленчуков большого и малого зеленчука то есть его родной народ нагайский абазинский народ и черкесский нынешний адыгский народ получили свою автономию в этом очень большая заслуга магомед геремансурова он очень много проводил общественной работы часто встречался с населением и именно ему по моему глубокому убеждению принадлежит основная масса тех документов которые поступали в виде просьб и каких-то петиций высшим органам власти о создании либо отдельного округа который должен был войти в горскую ссср существовавшую с конца с ноября 1920 года и в который входили уже карачаевцы в виде национального округа ну и другие народы в частности балкарцы кабардинцы осетины и так далее либо об образовании объединенной области горских народов бывшего баталпашинского отдела кубанской области в рамках объединенной области надо сказать что конец 1921 года и начало 22 года это как раз время создания автономии высшего порядка то есть автономная область она гораздо выше чем национальный округ карачаево-черкесской автономной области не все конечно поддерживали эту идею не только среди народов непосредственно и не всегда поддерживали эту идею и казаки которые проживали между и проживают между с одной стороны карачаевцами на юге и на севере аулами нагайцев абазин и черкесов казачьи станицы специально были расположены российской властью именно для того чтобы прервать вот это сообщение горца между собой естественно что такие сложные вопросы не решались просто так но во многом благодаря именно красноречию благодаря умению убеждать а вот людей которые стали во главе а среди них одним из главных действующих лиц полыменом агримент керемасуров удалось убедить основное население основную часть населения в том что эта форма автономии необходима нашим народам и в конце 1921 года именно магомед геремансуров был избран от нагайского народа представителем в делегацию которая должна была встретиться в москве с руководителями советского государства и передать им просьбу народов о создании объединенной области надо сказать что магомед геремансуров был единственным юристом среди членов не только вот этой организации ну наверное среди всей элиты карачаево-черкесии в то время потому что по нашим сведениям который до сих пор но опровержу опровержение этому я не нашел документов он был первым представителем горских народов современной карачаева-черкесии который получил высшее юридическое образование именно в мгу вторым стал его родственник карачаевский князь бекмер за крым шамхалов но крым шамхалов во времена образования карачаева-черкесии еще находился в столице в москве и уже потом двадцатом году тоже по моей так скажем вполне обоснованно на мой взгляд предположению просьбе магомед геремансуров вернулся на родину то есть на мой взгляд мне я предполагаю что именно магомед геремансуров принадлежала решающая роль в подготовке документов для создания карачаева-черкесии именно потому что он обладал необходимыми знаниями юридических каких-то тонкостей и так далее в любом случае без его так скажем совета без его редактуры вряд ли эти документы поступали на стол высшему руководству страны и вот благодаря его усилиям усилия всей делегации во главе с умаром алиевым три представителя карача умар алиев шахым алиев и айтек бачаев и представители черкесии значит современной как мы говорим дауд гутякулов асланбек калмыков и магомед геремансуров а также представитель от русского населения яков чайкин 7 человек они отправились в москву и где добились того что 12 января 1922 года было издано постановление в цик об образовании карачаево-черкесской автономной области несмотря на большие заслуги магомед геремансуров в образовании создание карачаево-черкесской автономной области в ревкоме то есть в правительстве тогдашнем правительстве карачаева-черкесии место ему не нашлось место которое предназначалось представитель нагайского народа занял его родственник его так скажем коллега ахлау ахлов почему так произошло на мой взгляд наверное потому что ахлау ахлов уже несколько лет к этому времени был членом коммунистической партии активно проявил себя как сторонник советской власти и активно боролся с белыми в составе красной армии руководил крупными войскими соединениями красной армии именно наверное поэтому место магомед геремансурова который на самом деле заслужил на мой взгляд это место гораздо больше но магомед геремансуров было предложено место заведующего отделом юстиции это конечно же весьма высокая должность фактически он на самом деле первый руководитель органа управления юстицией карачаева-черкесии но даже на этом посту он продержался всего несколько месяцев почему потому что в марте 1922 года он занял эту должность в сентябре в октябре уже эти отделы стали расформировать по всей россии вместо них были созданы прокуратуры но в прокуратуре опять-таки несмотря на высокий уровень образования который не имел никто кроме еще раз говорю крым шамхалова который по его приглашению став председателем областного верховного областного суда народного суда карачаева-черкесской автономной области не крым шамхалов не мансуров свои должности уже к осени 22 года не сохранили то есть магомед геремансуров был назначен помощник зам заместителем прокурора потом был переведен на должность помощника прокурора а крым шамхалов из председателя суда стал вначале замом председателя затем тоже был переведен на рядовую должность должность вернее рядового члена суда но если крым шамхалов на каких-то должностях еще работал вплоть до конца двадцатых годов до двадцать восьмого года то мансуров уже двадцать четвертом году был вынужден покинуть карачаева-черкесию еще раз спрашивается почему человек который всего лишь два с половиной года назад столько сил приложил для создания автономной области и очень много сделал для становления системы юстиции и он вдруг вынужден уехать наверное потому что все таки происхождение которого никогда не стеснялся никогда не прятал и сегодня у нас есть анкеты его где он прямо пишет графе ваше происхождение он пишет из мурс потомков ханов золотой орды этот человек пишет в двадцать втором году мы должны понимать что так писать в те времена могли только люди смелые увереннее в себе он был таким человеком но конечно же это не нравилось многим которые считали что если пришла советская власть то надо выдвигать только людей бедных какими бы они неграмотными не были какими бы они неспособными не были главное чтобы они по своему социальному происхождению подходили именно благодаря этому время из-за этого он был вынужден покинуть родину уехал он правда недалеко он уехал в адыгею где у него были связи еще с до советских времен он когда-то там работал и там он проработал 9 лет он занимал достаточно высокий должность конечно не такие не заведующим отдела стицы не прокурором но он работал областным нотариусом работал членом коллеги адвокатов и так далее но даже вплоть до того что несмотря на свой уже достаточно пожилой возраст он пытался вступить в ряды коммунистической партии потому что понимал что будущее своих детей его детей зависит от того насколько к нему будет относиться советская власть но к сожалению он очень сильно заболел и в 1933 году он скончался и на самом деле сегодня вплоть до последнего времени еще раз повторюсь о нем очень мало говорилось очень мало писать буквально одной двустрочкой упоминалось о его роли в создании к чаву но сегодня как мне кажется и и даже не сегодня уже сначала 90-х годов как у историков так и у обычных людей появилась возможность о том чтобы открыто говорить о тех людях о которых мы долгое время не могли говорить по идеологическим политическим причинам этот человек на самом деле сделал очень много для современной карачаева черкесии он очень много сделал для становления системы юстиции еще раз повторюсь современной нашей области республики он очень много сделал вообще для интеллигенции нашей очень много сделал для своего народа он на самом деле один из ярчайших представителей наших народов народов северного кавказа и в частности ногайского народа который прославил и свой народ и свою малую родину и большую родину на всех постах которые мы доверяли и мне кажется что вот жизнь магомед верия мансурова должна служить примером для нашего молодого поколения в том как надо верно служить и правильно выбирать ориентиры в этой жизни для того чтобы верно служить и своему народу и своей стране и своей малой родине и